Представители парламентского межфракционного объединения Юг обсудили ход работ по спасению Телегульского лимана. За последние годы соленость водоема повысилась в два раза, уровень воды упал на полтора метра. В прошлом году был проект по заполнению водоема морской водой, для этих целей уже вырыли канал. Нардеп Павел Лунгурян напомнил, что природоохранный фонд в этом году вырос до 500 миллионов гривен, и местные советы, которые испытывают проблему обмеления лимана на себе, могут рассчитывать на поддержку государства в проведении гидротехнических мероприятий. При помощи воды из Черного моря мы опресняем лиман и поднимаем его уровень воды, для того, чтобы осталось хотя бы зеркало водоема. Был разработан проект соединительного канала, длина его 33 километра, шириной на 23 метра, для того, чтобы наполнить его водой из Черного моря для поднятия уровня. После реализации этого проекта будет постоянное поступление воды из Черного моря в Телегульский лиман, то есть, соответственно, будет также заходить рыба, уровень воды будет выше. Здесь мы видим непосредственно строение шлюзового сооружения. Здесь предусмотрены как пешеходные дорожки, чтобы можно было переходить с одной части канала на другую, потому что 23 метра большая ширина и глубина 2,5 метра, пешком как бы не пройдешь, да. Соответственно, мы можем увидеть шандарное строение, можем увидеть, собственно, непосредственно саму металлическую конструкцию данного канала.